Эти игры имели определенный успех, но разработчикам было мало, а может причины и в другом. Однако спустя определенное время они просто убили свои проекты. Сегодня мы подготовили для вас список игр, которые были уничтожены своими разработчиками. Ричард Герриот однозначно талантливый гейм-дизайнер. Именно ему удалось привить людям любовь к MMORPG путем создания великолепной игры Ultima Online. В серверах которых, к слову, до сих пор принимают игроков по всему миру. Табула раса была создана также Ричардом Герриотом и его командой под издательством NCSoft. Игра представляла собой Sky-Fi MMORPG шутер, в котором нам предстояло сражаться с различного рода инопланетными тварями. Однако, несмотря на множество игровых возможностей, которые дал Герриот геймерам, Табула раса не смогла взлететь и получить большой популярности. Таким образом, NCSoft приняли решение сначала перевести игру в формат 3-2-play, а потом и вовсе закрыть ее. Эта игра была весьма необычным ответвлением от обычного сеттинга Halo. Стратегия в реальном времени, да еще и на консолях. Удивительно, но управление было весьма себе годным и игралось оно весьма бодро. И это, повторю еще раз, на консоли. Стратегия в реальном времени. Игра, конечно, не закрыта, и севера ее до сих пор работают, но найти соперника вам будет крайне тяжело. Потому как после закрытия хаба HaloWords.com, Microsoft убрали и всю статистику по игре. Все лидерборды и достижения. После того, как это произошло, люди массово стали уходить с этой игры. Потому как не видели смысла в быстрых схватках без каких-либо отражений этого в досках почета. Одно лишь название игры не гарантирует вам успеха. Матрица Онлайн была создана в момент, когда франшиза была на пике своей популярности. Однако не смогла схватить звезд с неба. Кривое управление, топорная анимация и абсолютно непроработанные цели заставляли игроков попадать в ступор. Как итог, Sony выдернули кабель в 2009 году. И доступ к Матрицу был перекрыт. Во всяком случае, тем, кто так и не принял красную пилюлю. Эта игра основана на известной настольной франшизе. И, что весьма интересно, она получила большую популярность. Продано было чуть более 1 миллиона и 200 тысяч копий. Однако игра действительно страдала некоторыми багами, проблемами в PvP и квестах. Пока эти проблемы решались разработчиками, они успели потерять примерно 300 тысяч геймеров, которые отменили свои подписки. Пока игра находилась в таком лимбе, издателю становилось все меньше и меньше интересно поддерживать сервера с игрой. В итоге геймеров отключили от Warhammer Online в 2013 году. Но кто знает, может в будущем нас ждет хороший камбэк. PlayStation Home был неким хабом для 41 миллиона пользователей, где можно было жить в эдаком виртуальном мире вроде Second Life. Люди тратили реальные деньги на покупку различных внутриигровых вещей и недвижимости. Тем временем, PS Home так никогда и не вышел из версии бета и был закрыт в 2015 году, потому как Sony сконцентрировались на PlayStation 4. И им нужны были все их производственные мощности, в том числе и кодеры из PS Home. NCSoft весьма скандальная компания, и немногие об этом знают. Они, можно сказать, рекордсмены по закрытию различных игр. City of Heroes и их спин-офф City of Villains был также закрыт. И это несмотря на настоящий успех. Геймерам игра нравилась, критикам тоже. Более того, игра получила даже несколько наград. И потому закрытие этого проекта было самым настоящим вопросом. Почему же NCSoft так поступили, остается загадкой до сих пор. С этой игрой сила пребывала недолго. Звездные войны стартовали весьма себе неплохо. Сервера были переполнены, а сама игра предлагала огромное поле для исследования. Огромный лор, который в игре действительно можно было изучать по различным книгам, записям, разговорам. Однако игра страдала от огромнейшего количества багов и неработающих элементов. Разработчики, к слову, занялись их исправлением слишком поздно. Фактически за годы закрытия. К тому времени на серверах оставались только преданные фанаты франшизы. Остальные же уже не готовы были поверить в силу. Итог закрытия серверов. 20 мая 2014 года миллионы пользователей Nintendo остались без онлайна. Все геймеры, которые продолжали играть на Wii и на DS в онлайн игры, просто не могли пробиться на серверы. Потому как Nintendo закрыли всю систему Nintendo Connect. Разумеется, это было сделано по причине перехода на новое поколение и новые консоли. Но вот, например, старые консоли от Sony имеют доступ в интернет. И онлайн в играх все так же работает. Это выглядело как грандиозная идея. Maxis и Electronic Arts планировали объединить всех игроков в одном большом мире. Представляете, какое количество денег лилось бы ежедневно на микротранзакциях к издателю. Однако, вышедшая чуть позже после релиза Sims of Second Life предлагала пользователям более продвинутый геймплей с разнообразным контентом, который геймеры, по сути, могли создавать самостоятельно. Игра не сыскала популярности и чуть позже была переименована в A-Lane. Они хотели сделать ребрендинг, но ничего так и не получилось. Итог 1 августа 2008 года и закрытие проекта. Также, как и Nintendo, Microsoft в свое время закрыли доступ в онлайн для всех оригинальных приставок Xbox. Тех самых первых коробочек от майков. Однако, игровое комьюнити, пострадавшее больше остальных, стало комьюнити Halo 2. Геймеры не готовы были сдаваться. Так сильно им нравилась вторая Halo. Microsoft дал слово не отключать Севера до последнего геймера. Однако, если ты выключишь приставку, то войти уже не сможешь. Таким образом, дата окончания действия онлайн-сервисов стала 15 апреля 2010 года. Однако, 51 игрок Halo продолжали сражаться. Они не выключали приставки до последнего и делали все, чтобы их любимая игра продолжала существовать. Либо Microsoft вообще вернули бы онлайн обратно. И между прочим, они продержались аж до 11 мая этого же года. Весьма неплохо, но все же майки сделали то, что хотели.